У Людмилы Паратновой началась новая жизнь. 28 апреля ей провели первую в регионе операцию по пересадке печени. Сейчас можно уверенно сказать, что новый орган полностью прижился и нормально функционирует. О такой возможности Людмила Паратнова узнала, когда лежала в отделении ОКБ. Признается, что не раздумывала ни секунды. На операцию я пошла как будто бы гулять в парк. Веселая такая, как будто не на операцию я шла. Ну, после операции я маленько стала тут сразу почти хорошо себя чувствовать. И стала ходить. Немаленько разрешили около кроватки там ходить. Операция по пересадке печени считается сложнейшей в сфере трансплантологии. В ЦФО ее умеют делать буквально в двух городах. Операция всегда проходит экстренно, ведь донор может появиться в любую минуту, а печень пригодна для пересадки лишь 8 часов. И чем быстрее пациент окажется на операционном столе, тем выше вероятность успеха. Пересадка – это не самое главное достижение – пересадить орган. Это тянет за собой. Все службы начинают слаженно работать и начинают работать просто на высочайшем уровне, на другом. И вот в этом самая главная была наша задача, и это сейчас получается. Потому что и хирурги, и реаниматологи, и терапевты, и кардиологи – здесь все службы, еще раз говорю, сработали великолепно, и человек себя великолепно чувствует. Операцию провели в областной клинической больнице. Она длилась около пяти часов. Работала бригада более чем из 20 человек под руководством врачей из Института трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Она потребовала тщательной подготовки и большого внимания. Сначала мы оцениваем просто сам факт того, что сосуды функционируют нормально, которые как раз снабжает печень. Потом мы начинаем оценивать саму функцию печени, то есть как она начала работать, не начала работать. Потом мы оцениваем, можем ли мы уменьшить дозу иммуносупрессивных препаратов. То есть запустилась реакция отторжения, не запустилась, удается ли нам ее контролировать. Теперь основная задача наладить систематическое проведение операций. Ведь пересадка печени требуется десяткам людей, как в Рязанской области, так и по всей стране. Людмиле Паратновой повезло, она была в листе ожидания около полугода, что меньше средних данных по стране. Планируем примерно за год таких операций именно по пересадке печени, где-то в этот год может быть 5-6. На будущий год, конечно, их должно быть столько, сколько есть органов. Естественно, один орган не должен пропадать. Если при необходимости пересадки почки пациент еще может какое-то время жить на гемодиализе, то есть не умирает, то те пациенты, которые нуждаются в пересадке печени, просто не доставшись этого органа, умирают. Напомним, что это не первый успешный опыт трансплантологии органов в регионе. В декабре в областной клинической больнице впервые пересадили почку. Сейчас успешно выполнено уже 5 подобных операций. Пересадить печень дольше и сложнее, но есть и свои плюсы. Мы у пациентов на какое-то время должны, чаще всего пожизненно, должны понизить иммунитет с тем, чтобы не отторгался трансплантированный орган. Так вот, печень, это менее иммуногенные органы, требует, как правило, меньше иммуносупрессии по сравнению с почкой. Первая операция прошла даже лучше, чем предполагалось. Однако Людмила Паратнова встретится с врачами еще не раз. Ведь за ее состоянием будут следить все специалисты региона. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».